Здравствуйте! В эфире программа «Место происшествия». Сегодня мы расскажем о главных происшествиях Калининграда и области за минувшие сутки. В студии Полина Степанюк. Смотрите в нашем выпуске. Героинь 990 грамм, героинь килограмм. Сотрудники госнаркоконтроля уничтожили большую партию наркотических средств. Контейнер с продуктами стал для вора ловушкой. Коротать время в нем злоумышленнику пришлось до приезда полиции. Между небом и землей застряла несчастная дворняга. На помощь пришли спасатели. Оперативникам уголовного розыска потребовалось менее суток для того, чтобы задержать подозреваемого в заминировании сразу двух крупных объектах города. Напомним, телефонный террорист сообщил о заложенных бомбах в торговом центре Европы и средней школе номер 12. Задержанным оказался 21-летний студент техникума, ранее два раза судимый за грабеж. Как признался сам подозреваемый, в тот вечер он выпивал с друзьями. Мысль пошутить пришла в голову нетрезвому калининградцу, когда его собутыльники уже, что называется, отключились. Молодой человек взял мобильный телефон друга и позвонил на номер для экстренных случаев 112. Оставив сообщение о заложенных бомбах, он выкинул сим-карту и ушел к себе домой. Напомним, что 25 декабря торговый центр Европы и средняя школа номер 12 были эвакуированы и обследованы на предмет взрывных устройств. Заложенное сообщение об акте терроризма. В отношении студента возбуждено уголовное дело. По решению суда сотрудники госнаркоконтроля провели массовое уничтожение наркотических средств. Все вещества, которые хранились на складе, являлись вещественными доказательствами в уголовных делах. Теперь, когда виновники получили наказание, от улик нужно избавиться. Комиссия из шести человек подвергла уничтожению более ста запечатанных коробок и писем. Героин 990 грамм, героин 1 килограмм 34 грамма, героин 4 килограмма 950 грамм, героин 3 килограмма 390 грамм. И это еще не самые высокие цифры. На складе есть упакованные 20-килограммовые мешки, в которых хранится растительный мак. А также по большей части присутствует героин, амфитамин, тромодол и марихуана. Все вещества расфасованы по коробкам и конвертам. Сегодня сотрудники госнаркоконтроля вскрыли каждый опечатанный материал. Помимо наркотических и психотропных веществ, в коробках находились свесы, мобильные телефоны, электронная мерная ложка, деньги, упаковочный материал для героина. Несколько часов потребовалось сотрудникам правоохранительных органов на то, чтобы подготовить весь материал к уничтожению. То есть сегодня в лице вскрылись вещественные доказательства, подсчет свершения каотических средств, психотропных веществ. Дальше идет упаковка их и в последующем мы их вывозим за территорию города Калининграда и уничтожаем. Таким образом придаем огню. Елена Кивенко специально для места происшествия. Досадной неудачей закончился вечер для двух мелких воров. В Калининграде на территории оптовой базы один из них залез в контейнер, в котором хранились продукты питания. Сторож, заметив постороннего на территории, запер вора в том самом контейнере. В нем злоумышленнику и пришлось дожидаться сотрудников полиции. Успокойся, не долби, сейчас заберут, подожди. Стучаться бесполезно. Контейнер откроют только, когда следственная оперативная группа будет в сборе. Наконец, сторож открывает замок. Полицейский выводит мужчину. Судя по всему, сидя в контейнере, он уже придумал, как объяснить оперативникам, что он там делал. После контейнера был открыт, я зашел, посмотрел, у меня закрыли. Я после него в шоке был. Задержанный говорит, что он контейнер перепутал с магазином. Но полицейские не верят ему, как и его подельнику. Второй мужчина стоял, как говорится, на шухере. И при его досмотре выяснилось, что эта кража в этот день была не первой. Где взял? В лагерь. Где взял, спрашиваю. Да на помощь. Всю женскую. А, еще и сорочка? Да. Примеришь? Она старая. На, одень. Одень распроя. Задержанный окончательно смутился. Поэтому пришлось признаться, что вещи действительно украл из секонд-хенда неподалеку. А здесь хотели поживиться продуктами питания и спиртным. Но все испортил охранник базы. Подошел дворник, сказал, что двое молодых людей находились тут на территории. И один из них забрался вот в этот контейнер. Зашел в этот контейнер с фонарем, увидел там незнакомого человека, вышел и закрыл дверь. Мы прибыли на место, задержали преступника. Второй находился рядом, ждал его. Держали до прибытия следственной оперативной группы. Воров доставили в отделение полиции. Следствие выясняет, какие еще кражи совершили задержанные в этот явно не их день. Елена Кивенко, Анна Николаевич. Специально для места происшествия. Опасные похождения собаки под железнодорожным мостом стали причиной повышенного внимания случайных прохожих. Несколько часов над землей на металлической конструкции провисела дворняга. Спасатели опустили животное на землю, но понять, как оно там оказалось, так и не смогли. Летом здесь обычно гнездятся ласточки, а вот сейчас собака. Как она оказалась на этом месте, никто понять не может. Но ясно одно. Самой ей отсюда не спрыгнуть. Да и обратно на мост, с которого она, судя по всему, соскользнула, не забраться. На помощь пришли калининградские спасатели. Ну, забор-то перелезем. С помощью лестницы спасатели пробираются к застрявшему между небом и землей животному. Собака их встречает недружелюбно. Она скалится, скалится. Наконец, спасателям, имеющим большой опыт выручать четвероногих друзей человека, собаку удается успокоить. И по лестнице ее спускают с небес на землю. Собака устала, замерзла и не поняла, что от нее хотят. Была весьма агрессивна. Спасенная дворняга так и не нашла ответ на вопрос, почему же собаки не летают, и убежала прочь. А спасатели очень надеются на то, что им больше не придется снимать с моста несчастное животное. Анна Николаевич, специально для места происшествия. И на этом все. Если вы стали очевидцем происшествия или сами попали в беду, звоните к нам в редакцию по телефону 919404. Или пишите на наш электронный адрес канал1собакамейл.ру. А мы напоминаем, что все выпуски программы «Место происшествия» вы можете посмотреть на нашем сайте 1городской.ру. В студии была Полина Степанюк. Берегите себя и своих близких. Субтитры создавал DimaTorzok Диана Степан Юрьевич, специально для вас, и больше. Продолжение следует. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...